Всем привет, друзья! Вы на канале Воин! И вчера в Лондоне состоялось боксерское шоу. В главном событии Кшиштоф Гловацкий проиграл Лоренсу Околи. Околи нокаутирул Полика в шестом раунде и завоевал вакантный титул WBO в первом тяжелом весе. В Далласе американский проспект Вирджил Ортиз нокаутирул экс-чемпиона в первом полусреднем весе Морриса Хукера. Ортиз одержал победу техническим нокаутом. Хукер побывал в нокдауне в седьмом раунде и не стал подниматься. Боксер просигнализировал о травме руки. Да все, кто там свистит, идите нахрен, я воин. Оскар Делла Хоя, промоутер Вирджила Ортиза, призвал главу топ-рэнк Боба Арума начать организацию боя с Теренсом Кроуфордом. Теренс Кроуфорд, Боб должен позвонить мне, написал Делла Хоя. Сам Теренс Кроуфорд считает, что поединок с Молдым Проспектом стал бы шагом назад на данном этапе его карьеры. Я могу только посмеяться в ответ на это. Сейчас я работаю над гораздо более серьезными боями, хотя кто знает, что преподнесет будущее. Может, я и Вирджил сделаем это. Бывший абсолютный чемпион Костя Дзю обсудил победу Артура Бетербеева в поединке с Адамом Дайнисом. Два года без боев явно сказались на Бетербееве. Прежде всего, была у него какая-то неуверенность. Дайнис хороший соперник. Мне понравилось хладнокровие Артура во время боя с ним. Но несмотря на это, на Бетербееве все равно была какая-то ржавчина. Хороший бой для начала, но не лучший в его карьере. Конечно, сказывается возраст. Артуру уже 36 лет. С другой стороны, ему не надо быть быстрым на ринге. Он все еще создает определенное давление своими комбинациями и за счет этого ломает соперника. Что касается цели собрать все четыре пояса, надо понимать, что форма, в котором был вчера, недостаточно, чтобы победить другого чемпиона. Тренер Давида Ванессиана Карл Грифс прокомментировал возможный бой с Даняром Иллюсиновым. Я знаю, что идут переговоры о бое с Иллюсиновым. Я разговаривал об этом с нашим менеджером. Есть пара моментов, которые нужно решить. Но очень вероятно, что этот бой состоится. Нам просто нужно немного подождать. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Как я уже говорил, будет здорово, если удастся устроить этот поединок как финальный эллиминатор за титул чемпиона. Иллюсинов недавно выиграл пояс. Это была хорошая победа. Думаю, это хороший бой для нас и для него. Промоутер Хайми Мунгии Фернандо Бельтран объяснил, почему Геннадий Головки не хочет драться с его клиентом. Трипл-Ж никогда не хотел подписывать контракт. Дело в том, что Трипл-Ж ищет себе более легкие и удобные бои. С бойцами попроще, чем Мунгия. Возможно, он чувствует, что уже постарел и не хотел драться с более свежими боксерами. Теперь он хочет драться с тем японцем. При всем уважении, я не считаю японского чемпиона по-настоящему серьезным соперником. Но Головки не хотел сражаться с Хайми. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то поддержите его своим бойцовским лайком. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Ваше мнение очень важно. И самое главное, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачного дня и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok